Встречи с писателями в Солигорском районе проходят регулярно. Вот и в преддверии Дня Белорусской письменности выдающийся писатель нашего края Фёдор Гуринович встретился с учащимися Солигорского государственного педагогического колледжа. Главным инициатором проведения встречи выступила библиотекарь педагогического отделения Татьяна Комар. 6 сентября мы празднуем День Белорусской письменности. В связи с этим мы пригласили такого замечательного нашего поэта-земляка Фёдора Фёдоровича Гуриновича. И я очень рада, что наши учащиеся познакомились с новыми его сборниками. Я хочу даже показать вам, посмотрите, какое замечательное полиграфическое оформление. Фёдор Фёдорович не только поэт, он прозаик, он пишет замечательную прозу о природе, об охоте, о стихи его и последняя поэма Фёдор Фёдорович. Спасибо вам, пожалуйста, спасибо вам за неё. И вы читали нам стихи, подпишите. Я знаю, он надарил нашей библиотеке много книг, лично мне и библиотеке. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы ещё будем встречаться с вами довольно часто. Будем жить, будем всё старкаться. Да, довольно, потому что мы дружим уже давно. Встречи с Фёдором Гуриновичем проходят в тёплой, свободной атмосфере. Слушатели не стесняются задать вопросы автору, касающиеся его творчества, жизненного пути, литературных предпочтений. Писатель искренне, ничего не тая, отвечает на них. Каждый раз на творческих встречах поэт Солигорщина зачитывает свои произведения. Не стало исключением и встреча в преддверии Дня белорусской письменности. Прием на то, что мы уважливо слухали, это значит, есть некогда сказать у людей. А вот те, кто сам не пишут, те, кто любит поэзию, это уже человек, так сказать, неравнодушный. Не приемно, что не забывают, хотя и на пенсии, правда, не сделали, что я ещё працую. Но дай Бог, значит, может, ещё буду працавать. Хотя працую, и стало часу меньше, чем было на работе, потому что поэзия, поливания, дача и так далее. Я думаю, что у детей, ну, их уже не назовешь детям, нужно так сказать, полдорослые, что у детей больше чирости. И они бывают такие-таки пытания зададутся, особенно там классики, шоста-пятая, такое выкопают, что разгубишься, что же им отказывать. Они откажутся, вы по левниче, раптом про проводную пишут. Как же вы можете писать про проводную, в тот же час забиваются. Ну, не забиваются, людей забиваются, из-за раз добиваются. И так далее. Поэтому детям, чтобы у детей больше чирости, непосредственности. Извините, что это працовательство, это можно назвать працовательство приемлемо. И когда некое твоё слово застанет в своих душах, некогда броня, то от этого сказать только плюс. Значит, не пришла эта даромная встреча. И то, что ты скажешь, крем заешь, ты пишешь, так само не проходит дарома. Дело, которому Фёдор Гуринович посвятил большую часть жизни, процветает. Издаются новые сборники. Русскоязычная литература переводится на белорусский язык. Ведь книги поэта и писателя для детей и взрослых правдивы. Рассказывают о красоте родного края, мудрости и гармонии природы. В серьёзной и шуточной форме делится автор своими наблюдениями, считателями. При помощи первое слово передаёт Фёдор Гуринович любовь ко всему живому на земле. Те, кому довелось прочесть произведения автора, чувствуют эту искренность и сохраняют их где-то в глубине души. Встреча с творческими людьми — это всегда хорошо. В нашем колледже это события нередкие, так что мы уже привыкли все. По меньшей мере никто не стесняется. Много нового узнали. Новые книжки получили — это тоже хорошо. Сознакомились с замечательным поэтом и человеком. Можно теперь всем хвастаться, что он у нас был. Благодаря нашему библиотекарю Татьяне Николаевне. Это всё она организовывает для нас, помогает нам составлять сценарии. И творческие вечера для нас тоже делает она. Мне очень понравилось. И понравилось стихотворение о «Подснежнике». Встреча с творческими деятелями не проходит напрасно. Ведь в ходе беседы с успешными людьми раскрываются новые грани тех или иных событий. Появляется возможность взглянуть на привычные вещи под иным углом. Расширяется кругозор. И на душе становится чуточку теплее. Продолжение следует...